Наталья Некрасова Вязание начинаем со снятия мерок. У меня модель. Мерки обычные, то есть одна мерка обычная, это объем головы. У куклы 36 см, но для того, чтобы шапка у нас сидела поплотнее, мы сделаем 34 см. 35-34 см. Вязать мы будем поперек. Итого, здесь у меня 35 см. И высота шапки. Высоту шапки мы стандартно определяем от основания головы до лба. Какую хотим. Здесь 24 см. Но особенность этой шапки в том, что я должна добавить пару сантиметров. То есть 24 см это 12 см. То есть 12 см я бы должна была провязать вот здесь. Но я добавлю еще 2. 12 плюс 2 на волны, которые мы с вами будем делать на рисунок. И плюс еще 2 на рулик. Для того, чтобы у нас наше полотно загнулось, потому что никакой планочки я делать не буду. Итого, 12 плюс 4, 16 см. Раскладка 16 см, 35 см. Вот таким вот образом мы вяжем прямое полотно. Сейчас я рассчитаю петли ряды. И помимо того, что мы вяжем полотно, мы еще оформим его полосочкой. У меня получается 128 рядов, 42 петли. Набираю 42 петли на вспомогательную нитку, провязываю 128 рядов и получаю мою шапочку. Но поскольку посерединке у меня будет полоска, делаю эту полоску 6 рядов. Значит, 128 делим пополам, получается 64. То есть в середине 64, 64. Значит, 61 ряд, 62, 63, 64, 65 и 66 ряды я буду провязывать цветной ниткой. И, соответственно, 2 ряда в начале и 3 ряда в конце. Потому что, когда я соединю мое полотно, я один ряд добавлю трикотажным горизонтальным швом. Имитирующим провязанный ряд. Для того, чтобы у меня вязание было круговое, бесшовное. Рулики, ненужный им этот шов, да и потом поперечное вязание. Дает нам возможность сделать бесшовный вариант. Итого, я вяжу, набираю 42, петли набрали. Это первое, что я делаю. Второе, что я делаю. Провязываю 2 ряда синим. Дальше. До 61, 66 ряд синий. И четвертое. Какой-то 128 всего. 128 минус 3. 127, 126, 125. 125, 128. Синий. И все. После этого снимаю вспомогательную нитку. Все ряды, которые у нас идут по основному полотну, могут быть любого другого цвета. Пошли вязать. 42 петли. Делаем набор быстрый. Вымогательной ниткой. Аккуратно, чтобы второй ряд закрепить. Выставляем буки обратно. Провязываю. Второй ряд. Закрепили. Теперь можно навесить в рядонку. И на всякий случай третий ряд тоже помогу Машеньке прорезать Таким вот способом. Так, теперь могу накрыть. Так, ничего не зацепилось. Все нормально. У меня не очень хорошая короткая гребенка. Она мне не скажут, что очень нравится. И цепляет она петли через раз. В общем, честно скажу, что я купила ее на Алиэкспрессе. И далеко-далеко не в восторге. Такие гребенки я не рекомендую покупать. Так, убираю вспомогательную нитку. Вы видели, что я использую руку вместо нитевода, когда провязываю несколько рядочков. И не привязываю нитки к струбцинам, а использую такие вот струбцины ручные. Очень удобно. Когда на них висит нитка, провязываю один ряд катушечных для разделения. Все, все провязалось. Все отлично. И теперь беру рабочую нитку. Тоже буду ее держать рукой, потому что такое количество рядов. Тесно говорю, вы все знаете, что я ленивая до невозможности. Мне лениво ее заправлять вот этот огромный-огромный нитевой. Поэтому я просто прицеплю синюю нитку. Оставляю хвост подлиннее, потому что этот же хвост у меня будет зашивать горизонтальный трикотажный шов. И смотрю, что мы там должны были провязать. Так, 42 петли, два ряда синим. Ставлю счетчик. Все, счетчик включили. Все заправили. Два ряда синим. Раз, два. Синий отрезаем. Вставляю рабочий цвет. Его тоже на струбцину. Там мне уже не нужна. Могу ее снять. Струбцину на место. И все. Провязываем 60 рядов. Раз. Так, вот эти ниточки и потом соединю. Сейчас просто надо дать возможность стянуться. Так, раз. Два. Три. И так далее. На гребенку навесим грузик. Так. Я наоборот выключила. Раз, два, три, четыре, пять. Так, пять. Наоборот выключила. От радости счетчик. Все, все включила. Пять рядов поставила. Вяжу до 60-го ряда. И так далее. Пока у меня не будет 60 рядов по прямой. На счетчике 58, 59, 60. Теперь у меня 61, 62, 63, 64, 65, 66 ряд синим. Десятые уже до счетчики. Вынимаю нить. Цепляю ее за машинку сбоку. Беру синюю. Снимаю струкцину. Цепляю за хвостик. На самом деле можно привязывать. Такой способ удобен для меня. Если такой способ для вас неудобен, то делайте так, как вам понравится больше. Держу нитку руками. И провязываю сколько там? Шесть рядов. Раз, два, три. Чем удобен такой способ провязки? Во-первых, я могу большим количеством нитей вязать. Вот у меня синяя нитка в таком мотке, в клубке. Для машины с нитеводом это неприемлемый вид пряжи. Когда же я держу ее рукой, я могу пользоваться вот такими мотками. Разницы никакой. Мне не надо заводить. Если у меня много смены цветов, мне не надо каждый раз залезать в огромные эти усы. Меня вот, честно говоря, привыкла к машине с ручной прокладкой и меня нервирует. Заправка нити бесконечная. А те, у кого всего два уса, нити вот двойной, и много ниток, те вообще в панике, потому что вы не одну заправь другую, вы не эту заправь третью. Ну, все время уходит не на творчество, а на заправку нити. Поэтому, когда вы ее держите рукой, вы лишаете себя большого количества проблем. Перехватили нитку струбциной, чтобы она вот здесь подтягивалась и не мешала нам. Заправили желтую обратно. Можно... Конечно, можно... Здесь у меня будет большая протяжка по краю. Можно ее отрезать, желтую нитку, а можно... Ну, если это будет верхний край, то там без разницы, не буду резать, я ее подержу вот так вот немножко, подтяну, чтобы она не... Так-так-так... Ослабните. Вот, ай-яй-яй, нитка. Поддержу, чтобы она не перетянула на вязание и провязываю. Пускай будет протяжка, она мне не будет мешать. Итак, провязали синим. Теперь я вяжу до 124-го ряда. И 125-й, 128-й тоже синим. Таким же способом. И снимаю это все на вспомогательную нитку через катушку. Видите, все это делается очень быстро, если использовать какие-то подручные средства. При хорошем натяжении, но не в таком, чтобы у меня вырывала нить, при достаточном натяжении снизу, видите, у меня полотно натянуто, боковые петли никогда не слетают. Ну, вяжем дальше. На счетчике 124. Желтая нитка мне больше не нужна, я ее просто отрезаю. Все, она падает совсем. Беру синюю, провязать 25-й, 120-й, так, 120-й, 8-й, 127-й, 126-й. Ну, одного ряда я просчиталась, я великий математик, значит, 3 ряда провязываю. На таком количестве рядов один потеряла. Ну, ничего страшного, с другой стороны. Три ряда. Вот количество синих рядов уже критично, желтых нет. вставляю в каретку и 3 ряда провязываю. 1, 2, 3. Синие мне тоже больше не нужно. Беру теперь у меня 2 струбцины, хотя, в принципе, можно и больше, уж очень это удобно. Они настолько классно держат, что держат даже катушечную нитку, видите. И для того, чтобы вытянуть, приходится тянуть. Купила в Максидоме, строительный гипермаркет. Поэтому, когда вы ходите по таким невязальным магазинам, обращайте внимание на всякие интересности в виде струбцины. Стоит в районе 40 рублей. То есть, первую вообще за 30 купила, понравилась, пошла купила вторую. Такие вещи очень облегчают нам. Жизнь, потому что, представьте, что я каждый раз лазила бы сейчас в машинку и завязывала эти нитки. Тоже куча времени тратится. Особенно, если у вас сильно полосатое вязание. Там вообще всю душу вынет. Это перевязывание, перематывание, переодевание нитеводами, с струбцинами, с привязками. А так все очень быстро, просто. Так, эту нельзя брать. Вот эту брую. Соединяю две нитки. Я их смотала, мотала, чтобы они не расходились. И теперь у меня, видите, натянута будет и катушка, и вспомогательная на одну струбцину. Я немножко подтягиваю. Струбцин достаточно тяжелая, она тянет вниз и не даст мне перетянуть вспомогательную, катушечную нитку. Так, а это уже натянута. Все, натянута. ничего никуда не потеряется. сейчас я буду снимать уже наше полотно, поэтому груз убираю, струбцину убираю, чтобы все не грохнулось. Снимаю нехорошую оттяжку, которая мне очень не нравится, ребенку и срезаем полотно. Все, вот мы с вами очень быстро связали без всяких усилий вот такую шапку. Пошли ее оформлять. Так, но сначала я ее отпарю, потому что в таком виде мне она не нравится. Я ее немножко отпарю, после этого мы будем ее сшивать и оформлять уже в шапочку. Так, начинаем сшивать. где у меня иголка-то? Я уже поставила иголку. Откуда идет нитка, оттуда и начинаем. Так, еще все раскладываем. Первая, вторая и начали соединять. Нитка идет слева, значит первые петли мы забираем справа и наоборот. Нитка справа, первые петли забираем слева. Все, начали. Все вспомогательные ниточки можно вот эти подрезать, они хвосты очень сильно мешают с этой стороны хвостов нет. Чтобы ничего не залезало нам в петлю, потому что как только куча ниток у нас получается, они все пытаются все нитки внутрь, чтобы их как бы и не было. Первую петлю сделали, возвращаемся обратно и провязываем первая, вторая. Теперь можно подтянуть чуть-чуть и поехали. в ту, из которой выходили, входим в следующую. Здесь то же самое, в ту, из которой выходили, входим в следующую. У нас контрастные белые нитки не дают возможности перепутать, где у нас петли. Вот, петли хорошо видны за счет того, что у нас контрастные нитки. Если нитки катушечные выбирать того же цвета, что и сама нить, вы запутаетесь и будете сшивать совершенно не то, что надо. Вот так все нитки у нас для всех видно. Все очень хорошо отделяются. И обычный горизонтальный трикотажный шов, когда мы входим в две петли с одной стороны, в две петли с другой стороны. сшиваете все достаточно быстро, немножко приноровится и все. Если вы категорически не можете сшивать горизонтальным трикотажным швом, сшивайте так, как можете. потому что этот шов требует навыка. Навык в чем заключается? В том, чтобы не перетягивать петли. То есть петля, которую вы делаете, должна имитировать провязанный ряд. То есть она должна быть такого же размера, как соседки, как соседки, как соседки, как соседние петли. Вот тогда у вас совершенно ничего не будет видно. Полная имитация отсутствия шва. до этого я очень люблю поперечное вязание. Сшиваем до конца. И после этого нам надо будет еще сшить макушку, потому что макушка тоже должна быть закрыта. Сшивать ее буду на машинке. Не то, чтобы сшивать, я просто закрою. То есть я надену на игломашину полотно и закрою косичкой. Самым простым способом. Вообще простым. Потому что макушку в данном случае вообще никак играть нам не будет. Да, утолщение появится, которого бы хорошо бы, чтобы и не было, но это не критично. Так, сшивайте до конца. и идем соединять на машинке два полотна в верхушку нашей шапки. шапки. Вот. После того, как соединяете, просто вытаскиваете вспомогательные нитки и у вас что сверху, что снизу получается шов одной ширины. Это то, что нам нужно, потому что мы их соединять будем вот так. И они должны быть одинаковые. Соединяете, выбираете вспомогательные нитки и идем соединять верхушку. Соединение на машинке. Вот смотрите, я отпарила мою деталь, но один край отпаривать не стала, чтобы он загибался. Все-таки у нас акрил. Ну, все, конечно, зависит от той пряжи, которую вы будете вязать. Акрил, он не очень-то эластичен, поэтому рулик я не стала заглаживать, потому что потом этот рулик превращается вот в такой край и его придется уже насильственно заворачивать. А мне бы этого делать не хотелось. А так он прекрасно сам улегся в краешек шапки и ничего с ним делать уже не надо. Что мы сейчас делаем? Мы соединяем два полотна. То есть я совмещаю две синие части и начинаю их надевать на машинку. Как получится. Потому что моя задача не провязать, а всего лишь соединить. Что такое как получится? Это не значит, что абы как. То есть начинаю надевать одну сторону за протяжки. То есть не за целый петельный столбик, а за хвостики, за кончики самые. Раз, два, наверное, три петли у меня пойдет на синие и остальное желтые. Вот протяжки надеваются и все. Если чувствуете, что слишком стягиваете полотно, ну, наденьте межугольный узелок. Меж... Меж... Узелок между протяжками и межуголками, конечно. И надевайте, надевайте, надевайте. Пока мы не останавливаемся, остановит нас то, что мы должны, не должны уйти за край. То есть для того, чтобы не уйти далеко, я сейчас могу надеть вторую часть. Как я надеваю? На те же самые иголки, синие. Самое главное, чтобы желтый цвет прошел между иглами. то есть синие. Ай-яй-яй, а вот я не на ту иголку надела. Почему у них четыре? Раз, два, три. Синих три. Вот они, между ними. Дальше идут желтые. Все, надеваю протяжки. Смена цвета всегда проходит между иглами. Тогда у вас будут очень ровные полоски, без сбоев. Смотрите, сколько у вас остается, надеваете. Вот она, последняя петелечка, вот она, вот она, это лишняя. Все остальное так тихонечко натягиваете. И такой момент, сколько у меня слева получилось, ровно столько же игол я должна уложиться и с правой стороны. Хотя с одной стороны это как бы ни на что не влияет, но с другой симметрию лучше все-таки соблюдать. Поэтому сейчас я считаю, сколько у меня получилось игол с левой стороны. Ровно столько же иголок достаю с правой и вторую часть надеваю на такое же количество игол. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Значит, с этой стороны раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот на такое количество игол я должна надеть мое полотно. Отлично получается. Значит, хвостик сюда и остальное просто распределяем равномерно. за протяжки. За протяжки. Здесь утяжелять не надо. Здесь чем меньше будете прихватывать полотна, тем лучше. Потому что у нас чем вообще бы не было шва, было бы еще интереснее. Потому что шов, я не сказала, что он будет мешать, но если его нет, то хорошо. Если вы можете, зашейте тем же горизонтальным трикотажным швом и вторую часть, если можете. Будет вообще отлично. Самое большое внимание к петлям, которые у нас идут при смене цвета. Особенно это важно, если сильно полосатое полотно. И натягивайте остальные, после чего просто беру крючок и закрываю моей любимой косичкой. Стараюсь не перетягивать, потому что если перетянете, вы делаете сборку. Сборка нам здесь не нужна. Сборку мы и так сейчас будем создавать. Последняя петелька. Соединили. Закрыли. Нитку. И пошли закрывать. Закрывать. Осталось. Осталось, осталось. оформить цветочки. Осталось, оформить цветочки. цветочки. Или круги. Это уже будет зависеть от того, что вы хотите посмотреть, что вы хотите увидеть. Теоретически, когда у нас такое вот вязание полосатое, и мы вот так его соединяем, вы можете оставлять нитки цветные. здесь вот. Видите, я их обрезала. Если их оставить, и у вас много цветных полосок, вы этими же нитками закрываете свои полоски. У вас вообще не будет видно соединения. Будет поаккуратнее смотреться. Потому что, когда не очень хорошо идет стяжка полотна при сшивании, и она все разными нитками очень небрежно получается. Когда вы соединяете одним цветом, лучше выглядит. до конца пошли мерить шапку, что у нас получилось, насколько она велика, и приводить ее в состояние шапки, которая будет как раз. Вот. готова. Вот наша кукла, вот наша шапка, поворачиваем и надеваем. Шапка болтается по голове, вот эти вот уши большие. Они, конечно, очень симпатичные, но это не наша шапка. Сейчас мы ее будем приводить в себя. Все, она достаточно велика, мы связали то, что надо, и начинаем оформление. Шапка. И сейчас мы сделаем разметку. Разметку я буду делать фломастером, потому что так будет виднее. Вы, когда будете отмечать, можете сделать разметку ниткой, потому что на детской шапке, на реальной, особенно если она светлая, фломастер может просвечивать. Мы сейчас делаем учебный такой материал, поэтому делаю так, чтобы вам было видно, что и побыстрее немножко. Так, первую метку мы делаем, видите, провожу в середину угла по изнанке, и первую метку делаю в районе двух сантиметров. Это детская шапочка, и мне вот этот уголок не нужен. Когда вы будете делать на большой размер, посмотрите вот этот уголок, но тоже большой делать не надо, 2-3 сантиметра от кончика, не больше. И теперь полтора, где-то сантиметра у меня будет зажим. Дальше сантиметр и еще полтора. Вот такой зажим. То есть вот это будет зажимами. Раз, два. То же самое здесь. Сколько у меня тут получается? Шесть. раз зажим и вот посерединке раз зажим, два зажим, раз зажим, два зажим. И то же самое с этой стороны. Можно делать больше. Чем больше вы будете делать вот таких вот зажимчиков, тем у вас будет симпатичнее. и два. Ну, можно еще посерединке где-нибудь. это уже когда у нас волна уже пойдет, мы будем видеть, где еще прихватить наше полотно. Берем бусины. У меня они синего цвета, поэтому и полоска взялась синяя. и начинаем оформление. Моя задача вот эти вот зажимы зажать. То есть я втыкаю в основание иголку с изнанки. Вот она моя иголка. Надеваю на нее бусину. Видите, с лица иголка с бусиной и выхожу из второй части. Вот. Я сделала зажимчик такой. Захватила нитку, чтобы она не развязывалась. И теперь просто продеваю нить через бусину. То есть я вшиваю эту бусину как можно крепче. я делаю складочку внутри которой находится бусина. Вот. Просто через бусину делаю вот как пуговицы. Пришиваете так же и пришиваете вот эту складочку. Оформили. Все. Вот таким вот образом вы сделали вот такой залом. Сейчас мы сделаем второй. Вот он. Бусина. Нажали. Прихватили иголку. и теперь просто продевайте внутри бусину нитку. смотрим, что получилось с лицевой стороны. Две вот такие вот маленькие волны. А их у нас должно быть много. То есть сейчас мы вот эти волны пустим по кругу. Вот собственно то, что мы с вами будем делать. Выполнять вот таким образом зажимы. Чем он больше, тем симпатичнее будет смотреться. Маленький зажимчик это будет какая-то нелепая складочка. Поэтому чем больше вы зажали, особенно когда у вас взрослое изделие большое, эти зажимы должны быть сантиметра два не меньше. Иначе они будут смотреться нелепо как бы там прямо скажу. Вот. Видите? И между складками мы зажимаем бусинку. Я беру желтые нитки катушечные в цвет основного полотна. Ну, так удобнее, потому что если будет где-то торчать, то не так будет выделяться. И продолжаем оформление. Видите, у меня уже уходит и кончик, и хвостик, и все вот так сжимается. Так, вот эту часть. Беру бусину. зажали, прихватили ее руками и зашили. Главное, внутрь попасть. все, теперь можно брать и через внутрь зашивать. Таким вот пуговки. Это один из вариантов. Таким образом можно выполнять и простые пуговки, и вообще ничего не зашивать, просто складки зашить. Тоже достаточно симпатично смотрится. Без бусин. И с лица, и с изнанки это можно смотреть. Если будете прятать нитки, хвостики, это будет смотреться и с этой стороны тоже вот такие вот зажимы. Они тоже очень симпатичные, тоже интересные. Смотрите, только надо нитки тогда убирать. И само собой такой вот грубой разметки фломастером делать не надо. Дальше. И еще такой момент, если вы будете делать все по кругам аккуратно, по разметке, по радиусам, у вас получится как было заявлено волны на воде. Если у вас вы будете выполнять вот эти зажимы в хаотичном порядке, у вас получится цветочек очень интересный. То есть будет совсем по-другому выглядеть. На розочку похожее что-то получается необычное. Ай! 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 Вот. Видите? Хвостик уходит. Его нету. И вот эти вот круги вот они остаются. Круги остаются и зажимы вот так вот и идут. Сейчас мы доделаем до конца, потому что я сделаю только малую часть. Мне еще оформить вторую часть и будем смотреть, что получается в таком варианте. Так, вот первый вариант сделали. Сейчас на этой же шапочке покажу второй вариант отделки, потому что не буду вязать две шапки. С одной стороны сделаю так, с другой так. Но вы понимаете, что, конечно, если одна шапочка, то один вариант отделки. Здесь я проложила булавки. Я не стала рисовать булавки. Раз зажим, два зажим, три зажим. И смотрите, у меня узелок. Можно, конечно, бусинку надеть, а можно и так просто. И зажимаем раз побольше по центру. Так, два, всего лишь простежку делаем. Три. Вот мы сделали три складки. Можно убрать и затягиваем. Завязываем узелок. У нас получается три складки таким образом выполнены. Сейчас я завязывать узелок не буду. Я сделаю несколько складок и после этого их завяжу. Несколько, потому что можно, конечно, каждый раз прокладывать нитки, а можно так вот на глазок. Раз. Примерно вот это сейчас. Здесь. Раз. Вот она сюда пойдет. Отсюда. Вторая. Раз. Два. и третья. Третья. Затянем эту, затянем эту. У меня пойдут вот такие складки. Причем складки можно будет сделать прямо на кукле, чтобы не перетянуть голову. Вот в чем еще вопрос. Беру следующую. Причем я их, видите, делаю синими. Не желтыми, а синими. Именно для того, чтобы была отделка. Следующая складка. Узелок. Где-то отсюда. Раз. Два. Раз. Два. Еще раз. Два. Три. Можно разметить, конечно, заранее, как я булавочками делала, а можно так, потому что у нас все складки будут примерно одинаковыми. И так и делаем. Раз. Два. Три. Вот. Простежка. Потом завязка. завяжем прямо затянем на кукле именно потому что не хочется перетянуть. Но учтите, что чем больше у вас таких складок, тем больше должна быть изначально шапка. Длиннее. Если она у вас короткая, то будет некрасиво. Вы перетянете все. Узелок. Еще парочку. Раз. Два. Сделаю. узел. 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 Узел оказался маленький. Вытащим. Вязать заново. Так, узлы старайтесь вязать не маленькие, чтобы они не убегали, либо через бусинку. раз, два, три, так, раз, два, три, четыре. Вот так. По аналогии. Ну и последнюю. проведем. И раз, два, три, четыре. Все. Проверить качество узелков и затягиваем на кукле наши волны. Затянули. и сейчас беру вот этот узел у меня некачественный и второй сейчас надо побольше делать, потому что они проскакивают через вязание. и завязываете узлы с этой стороны. Самое главное, чтобы у вас подтянулось это все. Узлы завязали, убрали внутрь, получается вот такая стяжка. Такие вот, ну, само собой, аккуратненько подправить, чтобы были именно волны. узелки убрать и меряем на куклу. Что получается? Эта сторона абсолютно гладкая, вот такой цветочек. Эта сторона тоже абсолютно гладкая. Мы убрали, вот эти вот огромные уши. Получили вот такие вот интересные барашки. Вот. Смотрите, раз кукла есть, могу прямо на ней все это затянуть. Видите, огромные углы ушли, уши вот эти гигантские. То, что мы с вами шапку вязали, чтобы она оказалась велика, тоже этого уже нет. Все, все исправилось. Так, на кукле сейчас подтягиваю. Такой размер меня устраивает. аккуратно снимаю и завязываю узлами. Причем узлы надо завязывать тоже именно узлами. прихватить узел, узел, аккуратно. Прихватываю через петлю, делаю петельку здесь, захватила все вязание и завязали узел. Такой узел уже не распустится и никуда не уедет. Сейчас мы их заправим внутрь и собственно на этом наша шапка будет готова. Просто не необычна некah необычна. Необычна. Такой необычная экономация зловая Дело, наверное, не в простоте, а именно в том варианте, который вам больше понравится. Все. Убираем это все внутрь. Нам оно тут не нужно совершенно. Или обрезаем. Если мы затянули все очень хорошо, обрезайте узелки, пускай они торчат чуть-чуть. С одной и с другой стороны. Вот такой тоже вариант оформления. Совершенно необычно. Шапка получается без ушей и практически круглая.